Зачем выкинули чай? Да пусть лежит. Его пить-то, в общем-то, я думаю, что и не стоит. Подождите, мы же хотели его взять, чтобы сравнить там по качеству. Все насыпано уже. Кучки приготовил. У нас сегодня вообще интересная тема. Как отличить чай внутри одного сорта, разный по классу один от другого. Это вообще как бы отдельная история. Все не так просто и в то же время не так сложно. Нужно развивать себе чутье к чаям, имеющие, как говорится, уши да услышат, имеющие глаза да увидят. Вот нам нужно взять, ну, допустим, у нас два образца. Нам нужно взять два листка бумаги формата А4 на центр. Каждого листка положить примерно на равную кучку видели двух наших чаев, чтобы мы могли на них посмотреть и могли их оценить. Опять же скажу, что основная сложность процесса оценки чая в том, что у разных китайских чаев разные стандарты. Нужно знать эти стандарты. Что есть качество для каждого отдельного взятого чая. И со временем, я думаю, мы по всем сортам чаев пройдемся. Вот сейчас мы, например, рассматриваем чай Деньку Мау Фэн. У него качество связано с особенностями внешнего вида. То есть присутствуют чайинки золотистые, присутствуют чайинки темные. Чем больше золотистый чайинок, тем выше качество чая. Сразу мы сравниваем как бы два чая с одинаковым названием. Один у нас преобладание черных чайинок. И сам он по себе такой не совсем аккуратный. Другой, покрасивее. А что такое аккуратный? Поаккуратней. Это уборка, то есть внешняя форма чайного листа, тетестерский термин. И настолько, насколько чай однороден по своему составу. То есть могут встречаться чайинки потемнее и чайинки посветлее. Посветлее это почки. Но они собирались все в один день. И в зависимости от степени сохранности чайного листа, в зависимости от внимательности на стадии сбора, на стадии обработки, на стадии сортировки. Вот можно немножко вот так вот листочек вращать. Его как бы рассыпать и посмотреть, сколько отделяемого содержимого. Вот здесь очень много мелкой фракции. То есть чай в процессе до хранения плохо сохранялся. В процессе обработки, сортировки и видно состав содержания листьев намного превосходит количество, чем количество почек. Здесь чай приблизительно процентов на 65 на 70 стоит золотистых побегов. Здесь золотистых побегов где-то процентов 40-35. То есть это сразу говорит нам о разнице в классе. То есть это то, что можно посмотреть по чисто зрительному ощущению и сразу можно понять разницу в классе наших чаев. То есть следующий уровень приближения это уже чай понюхать. Но опять же мы пытаемся передать аромат чая через... Я вот тут тоже нахожу какие-то фракции интересные. Да, да. Здесь как бы вот этот чай, который, например, плохо сортирован, вот здесь вот он как бы более-менее однородный. Могу я здесь найти хоть одну палочку? Да нет, палочка, пожалуй, что и нет. Эх, не удалось. Да что ж так. То есть вот внешний взгляд, именно визуальный осмотр чайного листа говорит о том, что этот чай классом несколько раз выше. Но еще нужно обязательно чай понюхать, вдохнуть его аромат. Тогда вы, если человек опытный, вы уже можете сформировать свое окончательное отношение к этим чаям. Ну, то есть почти наверняка все равно не изменится между ними вот эта разница. Да. Но, тем не менее, вы можете по поводу того чая, который лучше, уже сформировать свое впечатление, свое отношение. Вот у нас в чайной коробочке тоже такой же чай насыпан. Смотрите, вот такая ситуация, да, прихожу в чайную, ну, или там кто-то приходит в чайную, да, и говорит, можно попробовать понюхать. Все дают попробовать понюхать. Ну, пожалуйста, нюхайте. Вот. Нюхаешь, вроде есть какой-то аромат. Ну, как этот аромат хорошего чая отличить от, там, посредственного? Самое главное, чтобы в чае отсутствовали то, что называется технологическими примесями. Что это значит? То есть любой из красных чаев, ну, по крайней мере, вот об этих чаев можно говорить, что он фиксируется, то есть просушивается на огне. Когда ферментация у чайного листа, с точки зрения того, что он делает, его заканчивается, его прогревают. Если это сделано грубо, при высокой температуре, чай приобретает прижаристость, приобретает вкус огня, то есть грубоватый оттенок. Вообще, оба этих чаев из провинции Юнань, в Юнане родная черта всех чаев, это присутствие аромата сухофруктов. На зависимости от класса, мы чувствуем, как бы, разный вкус сухофруктов. То есть, если это простой чай, то грубоватый аромат чернослива, такой прям сильно подымленного, который высушен на огне. Если это сорт повыше, то здесь скорее оттенки уже кураги проявляются. И это мы говорим без учета того, что там какие-то искусственные добавки, да? Ну, это, в принципе, более-менее какой-то чай, просто нонсенс, как бы, это не обсуждается. Если чай обладает сильным парфюмированным ароматом на фоне заявленной невысокой цены, как правило, этот чай ароматизирован каким-то ароматизатором. Его вообще в расчет не берем. Да. Ну, часто там ароматизируют розой, личи, то есть ароматизаторами, идентичными натуральным, которые похожи на эти цветы или фрукты. И когда мы оцениваем еще сам по себе аромат чая, мы стараемся почувствовать наличие или отсутствие технологических примесей. Вот здесь их нет. И приятный аромат. Вот для меня он на стыке сухофруктовости какой-то и шоколадности. То есть есть и оттенок сухофруктов приятный. Но вот здесь скорее, опять же, не чернослив, а груша или сушеный яблоко. О, шоколад тоже идет. Да, и шоколадный оттенок. То есть вот в нашем сравнении, опять же, вот этот Деньхун Маофен, который мы сейчас, собственно, будем пробовать заваривать, он выиграл этот конкурс. То есть если бы мы выбирали с вами чай, мы бы остановили выбор на этом. А могло быть еще и больше сортов. То есть разница между хорошим и плохим понять легко. Мы все не поняли, как эту разницу именно в чаях с этим названием понять, которое называется Деньхун Маофен. А разница как бы между средним по уровню высоким, тоньше, но тоже можно разобраться. Здесь больше внимания нужно уделять аромату. А можно ли вот прям сходу сказать, что более качественный чай, вот размер чайных больше? Или так нельзя все-таки сказать? В случае с Деньхун Маофеном, наверное, да. Но до известного предела. То есть они должны сохранять свою целостность. То есть хороший чай, если даже отвлекаться, скажем так, от темы Деньхуна, он содержит небольшое количество кружки, небольшое количество мелкой фракции. Если мы возьмем, допустим, еще есть такая фишка, чай, и начнем растирать, он с трудом крошится. То есть он между пальцев растирается вот на такие крупные кусочки. А если мы берем чай попроще, видите, образуется... Вот, я его растираю в пыль. Вот она в пыль. Что это такое? Это значит, что чай при хранении потерял влагу. Вот, смотрите, здесь при одном и том же действии крупная крошка, то есть чай есть эластичность влага, а здесь мелкая пыль. Вот так она на пальцах осталась. Это очень интересный такой аргумент. Это, кстати, критерий объективный для любого чая, вне зависимости от сорта, от качества. Ну, можно, опять же, брачинку, допустим, и ее пожевать. Да. Насколько она в таком состоянии активно отдает вкус. Должен быть активный, приятный вкус. Вот, попробуй пожевать эту чинку. Ее разжевываешь. Сейчас мы что-нибудь интересненькое найдем, почечку какую-нибудь. Полостью рта наполняется вкусом чая. Ну, такой интересный, активный, с приятной кислинкой. А зачем мы пьем чай-то? Может быть, это, разжевел? Ну, пить все-таки лучше. Да. Удовольствие дольше и более многогранное. Ну, в принципе... Ну, вот, рот наполняется вкусом чая. Егор вот у нас спрашивал, как бы сегодня утром написал письмо, как выбрать чай, который одинаковый по названию, но разный по классу. Сегодня мы пытаемся на этот вопрос ответить именно на примере чая. Ну что, убираем это? Никому афон. Да, это мы сдвигаем, чтобы нам не мешало. Например, когда я выбирал чай в Китае, я сначала вообще все чаи пью. Все там 200-300 сортов. А потом пришло понимание чая, что можно по внешней форме и по аромату сухого листа сделать, в принципе, основную часть выбора чая. Да, потом уже небольшое количество. Да, то есть это не так слово. Тестировать. А когда, допустим, ты хочешь разобраться между классным и супер-высококлассным чаем, тогда стоит попить, потому что... Вставляем ли мы там воду? Обязательно. В большом количестве? Чтобы чай заварился лучше. Нет, в небольшом, но это количество постепенно увеличивается будет у нас. Это важно. Я думаю, что наши зрители, периодически наблюдая за тем, что мы делаем, просто научатся профессионально. Да? Это тоже этап дегустации. То есть мы вдыхаем аромат, смотрим на цвет чайного настоя. Вот здесь у нашего чая присутствует такая вот прекрасная люстровость. Люстровость тоже такой... Не люстровость. Люстровость, да. Это термин тех людей, которые оценивают чай. Это неоднородность оттенка по поверхности чашки. Когда белую чашку наливаем, края зеленоватые, дальше идет полутон золотистый и переходит в цвет янтаря. Эта неоднородность свидетельствует о том, что чай делали медленно, не применялось никаких ускорений в процессе технологии. То есть лист не находился в особых там влажных или высокотемпературных условиях, когда ферментировался. То есть постепенность, плавность процессов окисления, хотя в красных чаях они все идут быстро, приводит вот к такому характерному оттенку. Но он будет меняться. Ну, как люди помнят, пьем чай фыркаем, забираем его с кислородом. Соответственно, так возвращается сила. Погода сегодня за окном не очень, а когда пьешь красный чай, то праздник. Тепло. Сразу становится. Значит, первая заварка. Во второй заварке он начнет раскрываться. Люблю вот этот стиль. Я говорю, для меня он такой... Какой цвет, а? Очень наш, как бы, русский, народный, сибирский, если угодно, якутский, привет, Егор. Потому что... Прям сил, пожил. В этом чае есть какая-то такая харизма, которая нас, сибирян, привлекает. В нем есть темный довольно цвет настоя, сейчас он появится. И есть при этом мягкий вкус. Есть отличное послевкусие. Его, в принципе, из китайских чаев. Китайские чаи не очень хороши для сочетания с молоком. А я, когда жил в Сибири, в Якутске, я полюбил сочетание чая и молока по-настоящему. Вот Динхун, например, можно сочетать с молоком. Но это за чашки чая? Да, да, да. То есть мы, как бы, не перебиваем его... Это не варка? Нет, не варка. Типа дебетского там. Можно получить интересный эффект. Кто, кстати, любит молочный чай, можно так приколоться, сделать такую интересную темку. То есть ты пьешь 2-3 чашки чистого чая, а потом оставляешь в чашке пространство и наливаешь там сверху молока или сливки. Есть у англичан такой, у их дегустаторов, молочный тест на качество чая красного именно. Надо взять его на вооружение. То есть если мы добавляем молоко в чай, и он становится грязно-серого цвета, или глухого коричневого оттенка, значит, чай некачественный. Если мы добавляем молоко или сливки в чай, а он становится ярко-коричнево цвет... Сейчас пост можно было добавить, попробовать, но... Либо розоватость такая появляется в нем, как в поэрах. Это свидетельствует о высоком качестве чая. Понятно. Вот, все теперь хотят с нами пообщаться. Да, да, да. Ну, пусть хотят, как бы... А вкус-то какой, а, интересный. Третья заварочка пошла. О, хорошо. Люстровость активная такая. Да, да. Больше появилось красноватых оттенков. Уже понятно, почему чай называется красным. О, хорошо. Вот, и богат по вкусу. Яркий. Вот. Если хочется, можно его пить в чистом виде. Можно даже с чем-то. Вот, например, там, с печеньем, с пряником. Да с чем угодно. То есть, он очень хорошо сочетается с какими-то добавками. То есть, мы можем какую-то чайную закуску употребить и попить этого чая, и вкус не будет сильно перебит. То есть, не будет дисгармоничного ощущения. Зеленый чай, например, высокий. Невозможно, как бы, пить с едой. То есть, не запрещено, конечно. А красный чай, он в этом существует. Он не в искусстве, да? Хорошо работает, да. Вот у нас. Ну, да. Какой цвет красивый. Это реально цвет янтаря. Прямо как будто в Прибалтике побывал. То есть, мы говорили русский чай, якутский, сибирский. Засушить. А здесь еще и при Балтике. И сделать ожерелье. Да. То есть, для всех регионов хорош. Всегда согреет, всегда порадует. И всегда имеет добротный цвет. Отличный аромат. Активный аромат, да. То есть, обычно очень тонкий. Здесь прям насыщен. Ну, это еще говорит о том, что чай свежий. Красный чай, они же, в принципе, вот как ты говоришь, любишь говорить, к винтажным сортам не относятся. Их хранить, в принципе, можно дольше, чем зеленый чай. Но особого смысла в этом нет. То есть, лучше в течение года. До рожая, если еще годы, это уже чай. Ну, вот тот, который вы выбросили, там года два, наверное, до продажи прошло. И еще года два потом хранилось. То есть, он выдержанный. Чай у него высококлассный изначально как бы был. И плюс он еще и старый. Все понятно. Я думаю, куда вы выбросили? Когда мы оценивали, кстати, внешний вид чая, еще есть такое понятие, как насыщенность цвета, живость цвета. В чем? Ну, вот когда чай свежий, у него цвет не глухой, не тусклый, а довольно живой. И когда несколько чаев лежит рядом, можно понять, какой свежее, какой постарше. Либо какой не так хорошо делался. Ну, а сейчас, соответственно, когда мы пьем чай, мы подтверждаем его качество высокое. И еще единственное, что не дает нам понять по аромату, по структуре сухого чая и по цвету, это действие на организм, ему активность. Предположить можно. Но это даже рассказать слово. Да, а понять только, когда пьешь. И мы пьем, и ощущаем, что чай рабочий, живой, очень вкусный, веселящий, поднимающий настроение. Это я вот этот ссор День Хун Маофен люблю. День Хунов же много. Там, кстати, очень интересное название. Дянь часто переводят там, как какой-то уезд День Си, как еще что-то. Но в реальности Дянь – это древнее название провинции Юннань, царства Дянь. Поэтому, когда говорят День Хун, это значит юннайский красный чай. Не более того. И они там выращиваются в различных районах, в различных регионах Юннани. И поэтому стилистически тоже бывают различные. И при совсем уже замороченной оценке чая, нужно учитывать еще и понятие именно места самого Теруара, где выращен День Хун. Так где же он? Шен Цин. Классический День Хун – это уезд, как бы, Фин Цин, провинции Юннань. Вот как тот, который… В принципе, провинция горная. То есть, можно сказать, что где-то в районе километра, там, высоты. Примерно так. Есть, да. То есть, это достаточно горный чай. А что за кусты? Это тайди чай, кустовой чай. То есть, он не собран с деревьев, собран с кустов. Ну, даже юнаньские кустовые чайные деревья, садовые, они происходят от старых чайных деревьев, больших, которые росли в лесу. То есть, они являются непосредственными их и ближайшими родственниками. Вот смотри, какой красноватый оттенок. Так что, еще один миф сегодня развенчаем, что красный чай заваривается мало. При правильном подходе, то есть, когда мы постепенно увеличим экспозицию, настаиваем дольше, он становится, как бы, все ярче-ярче насыщеннее до определенного этапа, и заварок 7-8 кг чая вполне можно сделать. Если качественный чай. Да. Еще один из показателей качества чая при заваривании, это экстрактивность. То есть, способность растворять свои вещества в чайном настое. То есть, насколько он полновкусный. Экстрактивность бывает высокая у качественных зеленых чаев, красных, у лунов. Она просто разная. Такая ситуация. Взяли, начали заваривать некачественный красный чай. Заваривают, 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 заваривают. Уже 15-я заварка, он все отдает, посветлее как-то, но все равно отдает. И они пьют и говорят, да нормально, он заваривается. Вот это о чем говорит? То есть, что такое, почему о 8, когда можно до 15 заварить? Или человек говорит, заваривается? Да. То есть, в какой момент приходит понимание того, что, в принципе, дальше заваривать смысла никакого? Вообще, у китайцев рекомендация такая. Настолько, насколько хочется пить чай, это доставляет удовольствие. Настолько, насколько он имеет вкус. Ну, и еще рекомендация. Настолько, насколько чай способен удивлять. Вот когда мы сделали заварку, а потом сделали еще одну, и нам показалось, что она либо точно такая же, либо как бы бледнее. Вот она нас не удивила, не порадовала. Это некое свидетельство о том, что чаепитие пора заканчивать. То есть, вот эта причудливость чая, эта его изменчивость, чайные перемены внутри чайного сосуда, когда мы его завариваем, от чашки к чашке меняется аромат, вкус, настой, какое-то ощущение чая, чайная энергия. Пока вот эти перемены живы, в чае чай заваривается, удивляет, его можно пить. А самое главное, это личный наш выбор, столько, сколько мы хотим заварить чай. Ну, соответственно, относительно этого приходит понимание того, сколько положить. Иногда бывает так, что у компании, которая пьет такой хороший уровень внимания к чаю, что заваривается и дольше. То есть, то, что я назвал, там, 7-8, это условность. Хорошо. Может быть меньше, может быть больше. Главное, чтобы на протяжении каждой из заваров чай доставлял удовольствие. Но когда он так красиво внешне выглядит, как тот чай, который мы выбрали, то ясно, что он будет долго отдавать чайный настой. В чем еще смысл красивой формы чаинок, когда они сохранные, не поломанные? То есть, чем чаинка больше поломана, чем больше мелкой фракции, тем она стремительно заваривается. Почему вот, допустим, индийские чаи... И стремительно заканчивая завариваться. Чай резанный, да. Ты завариваешь, экстракт идет очень быстро, стремительно. Вот второй раз заваривать уже нет смысла. А китайские чаи, они... Листочки плотные, долго отдают аромат и вкус. Вот, пока только там, ко второй, к третьей заварке чай как-то раскачается. Чай-то отдает. Да. Нравится. Приятный, да. Как я сказал, самое главное, это когда вы завариваете, немножко внутреннее ощущение чая иметь. Это несложно, что каждую следующую мы наставим дольше, чем предыдущую. Ну, это очень важно. То есть, если... Немножко оставляем воды. Да, если мы... И количество воды постепенно увеличивается. Если мы минуту-полторы подержали одну заварку, там, какую-нибудь шестую, а седьмую подержали 15 секунд, восьмой уже у нас не будет. Вот это, к сожалению, так, да. Поэтому нужно, когда заваришь красный чай и хочешь заварить его долго, немножечко включать мозг. Ну, и нарабатывать руку. Да, и нарабатывать руку. Можно к нам прийти, в принципе, расскажем, покажем, вместе проведем. Обычно люди говорят, какой вкусный у вас чай заваривается. Да, чай лучше в первый раз, конечно, пробовать из рук того человека, кто его часто заваривает, кто понимает, как его заваривают. Там уже на автопилоте все происходит. Как правило, используется и хорошая вода, потому что чай, даже вот такой, он не особо восприимчивается качество. А вода у нас очень хорошая. Воды, но вот на такой воде, как здесь, у нас она раскрывается очень тонко, многограммно. Вода для чая имеет значение. Опять же, часто сравнивают чаи и вина, но скажу, что вино это продукт готовый. Вот мы взяли там бутылку вина, даже дорогого, коллекционного, там смотрим на этикетку. Да, имеет там значение температура подачи, может быть форма бокала, но по большому счету это все уже вторично. То есть вино это продукт готовый. А чай, который мы держим в чайной коробочке, или вот на чайном листочке у нас чай, вот этот чай, это обещание чая. То есть вот мы на него смотрим, мы его понюхали, выбрали, простирали между пальцев. Но пока мы не соединим его с водой, это некий чайный проект. И вот для того, чтобы этот чайный проект стал реальностью, то есть он открыл хороший вкус, хороший аромат, хорошее воздействие, нужно соединить чай и кипяток. Ну и добавить немножко нашего человеческого внимания, улыбки, и хорошего душевного расположения. То есть когда садишься пить чай, нужно быть уверенным, что если ты выбрал хороший чай, что он заваривается вкусно. И тогда, как правило, он и заваривается хорошо. Ну и соответственно иметь крепкую руку наработанную, да, и наработанную голову. Ну как там у разведчиков говорили, да, холодные, горячие руки или что там? Ну какая тема такая была, да. То есть вот чай хорошо. А то люди еще пойдут в разведчики все. Да, да, да. Что мы тогда делать будем? И все начнут разведывать и найдут хороший чай. В этом мы им поможем, кстати говоря. Да. Можно. Кроме мы берем на себя такую возможность и желание помочь разведать, где продается хороший чай. Да. Да и в принципе-то если люди захотят обучиться, можно даже специальный курс организовать, обучающую программу, выбирать чай. А это того стоит. Вот это как бы знание, которое не жалко отдавать людям. Но оно останется навсегда. Да, для людей очень важно, чтобы, для меня важно, например, чтобы люди, для нас с тобой важно, чтобы люди пили всегда хороший чай. И между хорошим и очень хорошим выбирали. И выбирали самые лучшие. Вот это как бы достойная позиция, достойное положение, достойное место. Мы как раз сегодня говорили по поводу того, что а зачем вообще покупать что-то такое сверхдорогое, когда есть там более дешевое. Вот. А ситуация-то очень простая. Да. Если есть возможность пить что-то очень хорошее, то внутри тоже все преображается. Да. И мы вот это вот светлое, доброе и хорошее, и то, что нравится, и хорошее настроение несем в массы. Да, то есть мы, условно говоря, через это преображаем мир. А если мы где-то там скрипя что-то выпиваем, то шансы тоже невелики. Поэтому одно как бы является предыдущим звеном другому. Поэтому если есть возможность, скажем так, пить что-то приятное и вкусное, и из хорошего, приятного и вкусного, ну это нужно делать. Да. Воспитывать высокий вкус. Конечно. То, что нас окружает, то, что мы пьем, то, чем мы дышим, это все как бы формирует нас, оказывает на нас влияние. И когда мы себя окружаем красивыми предъятелями, красивыми вкусами, ароматами. Пустую чашку еще, друзья, не забывайте нюхать. Очень приятная такая тема. А если, например... Ну там уже тонкий аромат совсем. Да. В высокой чашке чай пьешь из высокой чашки, зимней ее называют китайцы, вообще аромат держится долго. Опять же, вот аромат не уступает по силе аромату вина хорошего. То есть и он... Или духу. Да. Прям очень приятен, долго сохраняется. И, как говорят китайцы, не скупится на превращение. Потом можно посмотреть розового чайного листа, когда мы уже попили. Вот. То есть, насколько он однородный. То есть, чай хороший должен быть одинаково ферментирован. То есть, не должно попадаться листочков из зеленых. Мы говорим непосредственно о красном чае. Вот здесь однородная, такая шоколадно-буроватый цвет, буроватый оттенок развара. И видно, что листья красивые. То есть, они начали разворачиваться. И доставляет при визуальном осмотре тоже... Давайте попробуем, может, достать? ...эстическое наслаждение. Можно, да. Положить, да, чтобы видно было. Сейчас мы с этим займемся. Так, немножечко. Листиков. Я думаю, достаточно. Да. То есть, хороший чай красив на всех этапах. С ним работает. То есть, смотрим, как мы уже с вами видели, на внешний вид сухого. Он красив, эффектен. Аромат, вкус радует. Состояние отличное. И потом развар. Смотришь, и он тоже красивый. То есть, как говорят в Китае, чай возвращается немножечко после чаепития к той форме, какой мелко дорос на дереве. И понятно, почему он долго заваривается. По причине того, что листья цельные почки, они постепенно отдают аромат вкусу. Ну что, друзья, я надеюсь, что мы удовлетворили ваш интерес к тому, как выбрать чай. В особенности сегодня поговорили о красном чае. Да, надеюсь, что ответили на максимальное количество вопросов. Если они еще будут, пишите, спрашивайте. Соответственно, в ближайших каких-то эфирах мы, наверное, их тоже затронем. И по отдельным сортам прямо можно пройтись, заглянуть на сайт, выбрать какой-то сорт. И, например, узнать о том, как выбирать его. Или какие у него критерии качества. Вообще, почему его выбрали? Почему мы его вообще продаем? Да. И, честно говоря, у каждого чая своя индивидуальная характеристика в оценке качества. Ее надо учитывать. Поэтому без знания особенностей каждого отдельного сорта очень сложно чай выбрать. В этом сложность, и это же и приятно. Потому что ведет к накоплению знаний. Но, тем не менее, общие такие критерии, характеристики мы, в принципе, дали. Достаточно внятные, трезвые, адекватные. То есть, ими можно пользоваться и вполне... Да, я как бы позволю себе повторить. То есть, однородность, отсутствие растирания между пальцев пыли. То есть, о наличии именно мелкой крошки. И яркий, выразительный цвет. То есть, то, что называют глубина цвета. То есть, чай не должен смотреться тусклым или неинтенсивным по расцветке. Ну, а потом мы вдыхаем аромат. Это уже другой уровень приближения. А потом мы пьем. Да. Это третий. Ну, что, спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, что вам понравилось. Да, избегайте чайной пыли. Будьте в прямом эфире. Спасибо. 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 Спасибо.